Переходим к следующему докладу. Разработка и создание макетного теста модуля для системы магнитной ревидации транспортного средства. Выступит Тюмина Анна Андреевна, научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Фьерова. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я являюсь сотрудником научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Фьерова. Как вы сказали, в последнее время все чаще рассматриваются перспективы применения высокотемпературных сверхпроводников в качестве обводочного, несущего элемента ревидации в различного значения. Об этом не будет мой доклад. Тема доклада «Заводка и испытания макетного теста модуля для системы магнитной ревидации транспортного средства». Целью нашего проекта является «Заводка и испытания макетного теста модуля для сверхпроводника второго покровения». Для системы магнитной ревидации транспортного средства. Основные задачи, которые стоят перед нами – разработка технологии и изготовления сверхпроводящей поискотатушки, разработка и изготовление бортового креста для испытания макета светопроводникового модуля и испытания макета светопроводникового модуля системы ревидации с мобилизацией в ней температуре жидкого азора. Макет светопроводникового модуля состоит из двух блоков, каждая из которых включает в себя. Светопроводящая катушку, рейстрековая форма, силовой конструкции системы токовых блоков и компактного облегченного треострата, системы позиционирования и крепления светопроводниковой катушки. Перейдем к непосредственному описанию каждой составляющей данного модуля. Первая – это сверхпроводящая катушка. Она состоит из двух одиночных гардерапарантов. Карты изгаля, которые вы можете видеть на слайде. К нами была разработана технология изготовления данной катушки, которая включает в себя нанесение литковой изоляции на провод, намотку ленты на специально подготовленные натуралюминиевые каркасы и сборку лукавет непосредственно в катушку. Далее перейдем к второй составляющей ДТСП модулями – это клеостат. При проектировании клеостата учитывались следующие требования с выполнением следующей акции. Масса клеостата должна быть минимальной. При проектировании клеостата учитывались размеры уже изготовленной катушки. То есть клеостат был… Размеры клеостата были с толки и ретлической задней. И также как снова была плетенно-свечная, минимальное расстояние от сверхпроводящей катушки до рельса. Клеостат изготовлен из нержавеющей стали. Толщина – 1 мм. При откачке вагонного кожи клеостат возможен против стенок. В связи с этим на внутренней стенке клеостата устанавливались текстолитовая приличитель. Изготовленный клеостат успешно прошел испытание на генетичность. В следующем этапе наших работ были предварительные испытания полученного модуля, который включает в себя размещение катушки клеостате, загибка жидким азотом и заведение тока в катушку. Верхний график показывает непосредственно заведение тока, график заведения тока в катушку. Ток заводился в ступеньчика по 5 амбер. Выдерживалась полочка порядка 1 минуты для скупания индуктивных составляющих напряжения. Далее мы можем видеть, что при токе 50 амбер появляется активное составляющее напряжение, т.е. катушка переходит в индуктивное состояние. Нижний график показывает изменение напряжения во время пики, это индуктивное составляющее напряжение. Напомню, что испытания проводили в жидком азоте, максимально заводимый ток составил около 55 амбер. Все эти испытания проводились в цели подготовить нашу тестовую модуль для испытаний на демонстрационно-испытательном стенде, который разработал на СМИФ. Об этом уже подробно говорили мои коллеги. Напомню, что левитация и боковая стабилизация тележки на данном стенде осуществлена за счет постоянных магнитов, которые расположены как на пути, так и в основании тележки. Наша идея заключалась в чем? Изготовить один из блоков тележки, заменив кейсы постоянных магнитов на сверхпроводящие катушки. На данном слайде представлена уже модель, где осуществлено запрещение постоянных магнитов на основе ВТСК катушки. В результате нашей работы были изготовлены из бутона ВТСК катушки и триостаты, а также собран из бутон-макетов полномасштабные модули системы левитации и стабилизации работающих в центраду дежурного азора. Полученные нами результаты подтверждают возможность создания полномасштабных кататив магнитов левитационных систем, а также уже позволяют перейти непосредственно к проектированию и изготовлению полномасштабных владельцев модулей систем левитации и стабилизации в транспортном следствии. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Я бы хотел узнать, если вы также тестировали супер-мобобливные блоки вместо супер-мобобливные блоки? Если вы также тестировали блоки? Спасибо за вашу вопрос, но я отвечу в русском. Мы, наши испытания, предварители, которые проводились, лишь подготовили нашу катушку для испытаний на данном стенде, который уже изготовлен в НИИФА. То есть испытаний кругомасштабных еще не было. Они планируются в ближайшее время. Я надеюсь, что до осени мы изготовим и проведем испытания. А катушка и пиросад уже были испытаны, прошли предварительные испытания. Но это предварительные, я подчеркну. Это не демонстрация? А вот то, что там вот в вашем мире, я, может быть, сейчас немножко очень неправильно. А в вашем мире то, что там вот уже коммерческие правиты есть, это не демонстрация? Ну, в основном, в основном, работающие на сверхпродниковом модуле посредством технологии изготовлены только в Японии, насколько я знаю, могли. И мы пытаемся промоделировать похожее, что-то сделать у нас, собственное. Мы разработали технологию изготовления именно Рестерека, по-черкнули у них. По-моему, другую катушку, она намотана. Мы изготовили Рестерековые формы, это не так просто. Мы проводим какие-то свои исследования. Мы берем, конечно, за основу уже полученные результаты в Японии и пытаемся делать на основе этого что-то свое. Зачем? Я объясню, почему-то такой вопрос. Коллеги, если вы видели первый слайд, вы увидели, что это делалось по оградному решению, которое, собственно, это делается на деньги и решение. Поэтому я такой вопрос не даю. За именем удобное. Зачем? Спасибо за вопрос. Даже как-то вот в ступор вогнурился своим... Нет, хорошо, давайте вы будете отвечать. Я надо просто немножко расставлю все точки над «ю», потому что вот может быть я даже немножко полпородка всем. Очень часто звучит эти три буквы «РЖД». Коллеги, вот здесь раньше было сказано убедите оператора и тогда все получится. Вот поверьте мне, на текущий момент РЖД никто не убедил. Это раз. Те экономические расчеты, которые проходили через меня, я их не принял. Я не принял эту работу. Поэтому никаких технико-экономических оснований этого проекта нету. РЖД не убедили. РЖД не участвует в финансировании этого проекта. Я вам отвечаю, это как представитель РЖД. Просто, чтобы расставиться точка на дне. То, что, например, написано в этих материалах, один раз в вашем разговоре, там написано, что соглашение между РЖД гарантирует этого проекта. Ты не читал соглашение? Я читал. И где там это написано? Вот о том и речи. Тогда вы считаете, что мы должны просто менеджировать? Не-не-не-не-не. Я вот, понимаете, здесь научная конференция. Можно я закончу? Да, можно. Я читал. Я читал. Так же нет ничего проговорить. Так вот, понимаете, я почему задавить вопросы, ну, скажем так, немножечко снизу. Да, я понимаю. Научная конференция. Я вот вижу все это, это безумно хорошо и здорово и интересно, но зачем? Есть же у нас в Мидии проекты, которые подтверждают лилитацию. Я вижу, что мы немножечко идем со своей стороны. Ну ладно, если прийдем свой велосипед. Зачем? Мы пытаемся научиться это делать сами. Вот основная цель. А хорошо, а задача работа, которую произвел в советское время? То, что было в Ереване, в Алма-Ате. А где от Кулинара читала? Я не обладаю информацией об этих проектах в свое время. Да ладно. А тогда, о чем мы здесь разговариваем? Могу вам сказать. Мои кулинации идем прочитать. Нет, да. Я изучаю эту информацию. А теперь у меня убирает микрофон. Спасибо. Спасибо. У нас в Мидии. Вопросы по теме, пожалуйста. Значит, мы как бы повторили результаты после их испытывателя. Удалось ли вам что-нибудь улучшить в показателях? Антоналыка существующих. Спасибо за вопрос. У нас не стояло целью как таковое улучшение. Мы просто пытались создать свою технологию и испытать наш вот этот вот модуль. Удалось ли нам что-то улучшить? Но мы это увидим в последующих испытаниях, когда уже все будет проведено на крупномасштабном стенде, изготовленном у нас. А пока мы просто пытались испытать наш модуль, посмотреть, подходит ли он для испытаний за инцидентологии на действующем стенде. Насколько улучшить это цену? На следующей конференции, надеюсь, у вас будут уже какие-то конкретные результаты и сможем делиться с вами. Спасибо.